Уважаемые читатели отдела по работе с незрячими и слабовидящими гражданами представляют вашему вниманию очередной выпуск о будни нашей области. Газета Костанайские новости за номером 125 от 2 ноября 2023 года. Дорожная карта света. Электросети Костанай отремонтировали почти на полмиллиарда тенге. Речь о тех сетях и подстанциях, что находится на балансе ТО ЭПК Форфайт. Предприятие заменило оборудование на нескольких подстанциях. Начальник городской электросети Есет Алиев рассказал, что также вместо деревянных опор установили железобетонные. В поселке Мангельды Красный Партизан как раз завершает работы. На столбах, где ранее висело по 5-6 проводов, теперь будет один, но более толстый и с изоляцией. Аналогичные работы провели на проспекте Абая, где этим летом прошел средний ремонт. Энергетики заменили провода, чтобы в будущем не портить покрытие. На шести распределительных подстанциях заменили оборудование, в том числе и трансформаторы. Одна из таких подстанций в районе Старого Кожебеи. Специалисты рассказали, что построили ее в 1964 году. Вопросы о жалобах жителей областного центра на качество энергоснабжения работники ТО комментируют неохотно. Здесь признают, что оборудование изношено, как и сети. По ним показатели износа в районе 80%. Работы по замене трансформаторов, кабелей и проводов форсируют, но с опаской. Не всякий объем здесь потянут. Проблема в нехватке людей. Ведь все ремонты предприятие ведет собственными силами. Повышение зарплаты минувшим летом помогло лишь остановить отток специалистов. Вовлечь молодежь непросто. Еще одна беда энергетиков. Подрядчики, которые проводят ремонт на территории города. Водоводы, дороги, уличное освещение. В этом году зафиксировали несколько фактов, когда электрокамели повредили именно они. Продолжение следует...